История этого рецепта уходит в 50-е годы прошлого столетия. Сначала его продавали как полуфабрикат из баранины, позже стали готовить в московских ресторанах, жарили по большей части на сковороде. Со временем шашлык все больше стали готовить из свинины. Данный рецепт очень хорошо подходит для этого вида мяса. Столовые заметить, что соль здесь добавляется перед жаркой, а в остальном процесс знаком каждому без исключения. Свинина, 800 грамм ошеек. Лимон 1 дробь 2 штуки, среднего размера. Лук репчатый 3 штуки, среднего размера. Соль, по вкусу. Перец черный, по вкусу. Количество порций, 6, 8. Подготовьте необходимые ингредиенты. Мясо нарежьте на кусочки, по 30-40 грамм. Два луковицы порежьте мелко, одну луковицу кольцами. В глубокую чашку выложите мясо. Добавьте измельченный лук, свежемолотый перец, сок лимона и кусочки лимона. Все хорошо перемешайте, как бы перетирая мясо. Сверху выложите кольца лука. Соль не добавляйте. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 4-6 часов. По истечении времени, достаньте мясо из холодильника и посыпьте солью, перемешайте и дайте постоять при комнатной температуре 30 минут. После шашлык можно жарить. Если вы жарите на природе, то насаживая мясо на шампур, чередуйте с кольцами лука. Если жарите в домашних условиях, с помощью электрической шашлычницы, лук можно обжарить отдельно. Я жарила в электрической шашлычнице в течение 15 минут. Шашлык готов к подаче. Подавайте шашлык с зеленью, томатным соусом и свежими овощами на ваш вкус. Приятного аппетита.